Сейчас попробуем проработать вот еще. Я встаю, вот так вытянув руку, а вы оттуда меня решили? Скажите, пожалуйста, для того, чтобы передать то, что рука вытянута, в ваших руках, как вы это будете изображать на бумаге? Да. Знаете, сейчас, в том-то и дело, в том-то и дело, те части предмета, которые к вам приближены, воспринимаются как более крупные. Те части, которые удалены, как более далекие. А как? Не можно далекую удалить. Как более маленькие. Как более маленькие. Но на самом деле, в идеале, учтите, мы видим немножко не так. Но в идеале, как воспринимается изображение? Короче. Такой, отлично, да, вот не спичь на коробке. Вот это коробка. История вроде элементарная. Вот это коробка лежит на сталь. Перспективива. А, да. Ну, не будем никуда вас на тюрьму. Я вам сейчас просто покажу, как вы делаете. Для того, чтобы рисовать любое изображение, если уж вы хотите строго выдерживать пропорцию, и хотите работать в так называемой линейной перспективе, надо всегда представить, а где идет горизонт. Вот вы сидите, смотрите на коробку, да? Значит, линия горизонта проходит выше этой коробки или ниже? Ниже. Ниже, то есть горизонт он там? А, выше, выше, наверное. С левой или справа? Где линия горизонта? Где? С левой, отлично. Колька, какая именно называется горизонт? Там, где, ну, на горизонтальной, это с левой точкой и правой. Нет, 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 нет. Здесь я убрал вот эту схему, эти деревья, и вообще все деревья впереди. И как с левой точкой. Значит, так что такое линия горизонта? Там дискорезонт. Земля, небо. Земля, небо, та плоскость, на которой мы стоим, земля называется, да? И то, что находится над этой плоскостью, небо называется. Хорошо. Хорошо. Так вот, для того, чтобы изображать предметы в перспективе, всегда важно понимать, где горизонт, над предметом или под предметом. Допустим, вот первая часть на коробке, где-то он так. То есть он идет, очевидно, над предметом, вот горизонт. У этой коробки высадки есть? Да. Есть. И один из условств направлен на нее. Решу эту. Остальные углы направлены, а не дальше от меня. То есть вот эта высота коробки, изображение других углов будет больше или меньше? Больше. Больше? Чем дальше, тем больше. Нет. А как понять, на сколько? А надо провести линии перспективы? Ну, может, сразу же тут это? Да, да, да. Раз. Два. Дело в том, что вот эти линии должны на горизонте пересечь. Чтобы это знать больше. Дело в том, что если этот предмет, взять и отнести в горизонт, вы его увидите или нет? Нет. Слишком далеко. А что превратится изображение? В одну тулю. Итак, вот они, смесение перезонтальной губы. Теперь, вторую губу. Абсолютно ту же сторону. Так. Теперь, ширина в этой коробке ниже, чем длина. Вот ширина, вот длина. Обратите внимание, высота в точке 1 и в точке 2 одинаковая или разная? Разная. Разная, конечно. Потому что разное горизонтальное искажение. Как разобраться, а как провести линию противоположной стенки? А так раз и до пересечения. Вот сюда, и вот сюда. Раз. А как провести линию противоположной стенки? Так самое. Вот, да. Вот он, адрес коробки, нарисованный согласно законам линейной перспективы. Но вы учтите, что вообще-то наши глазики видят предметы не совсем так. Не совсем так. Искажение сущности. Но по законам линейной перспективы, предметы изображаются примерно так. Значит. Ну, отражающее сотрудление. Понятно, что эта коробка развернута уголом к вам. Так, что она лежит на столе, а вы выше этого стола, вы на нее немножко сверху смотрите. То есть вам изображение предмета пространства, ну и господин. Но это хорошо, когда с коробкой. Коробка очень простой объект. А когда вы рисуете человека, разные детали его тела, его лица одинаково к вам близки? Или вы говорили на парах? Да. Парах. Да. И вот учитывать перспективу изображения человека особенно сложно. Его-то и без перспективы рисовать сложно. Сложная форма. А вот с учетом перспективы, поэтому мне настолько понравился бошеный эксперимент, когда он взял и подчеркнул расстояние до Володи простым образом, а он сделал гигантские руки, бошеные на стол. В результате руки сразу придвинулись зрительно, так, к зрителям. Снимая голова. А голова уехала куда-то туда, в глубину листа. То есть руки вырежали из листа, а голова провалилась в глубину листа. Как? Относительно. Относительно. Вообще, чисто. Относительно. А что-то есть. Да. Ну чего? Надо было их нумеровать. А то вы сейчас не... Ну что, вообще. Я не знаю. Я не знаю, я псих не вижу.